Всем привет! Последнее обновление было реально очень обширное и невозможно было сразу все заметить, так как реально было изменений много и я много чего выпустил из виду и мне ребята, подписчики мои писали там за богиню то что добавили дополнительно, там еще что-то, еще что-то, то есть это все, ну не все я нашел лично. И также вот один из моментов, который я упустил, было написано обновление о иенах, но я не знал об этом и сразу не было видно, потому что не было радикалов, скажем так, обновление в иенах было вот какое, то есть ваши иены красные наконец-то получили радикалы и соответственно их можно будет, я так понимаю, повысить до красный 2 или возможно другой какой-то цвет будет. Но суть в чем, почему не заметили мы сразу этого, потому что радикалов на них активированных нет. То есть изначально видите все четыре буквы, они все, все четыре радикала, все неактивные. Для того, чтобы их активировать и далее можно было сочетать или что-либо с ними делать, их нужно просто и вот тренировку запускать, да, соответственно, то есть сочетать их невозможно, а через тренировку с определенным шансом вы можете поймать один из радикалов и в дальнейшем уже возможно будет их сочетать. Наверное, те, кто просто, вот например, если вот этот вот шестой иен золотой апнуть до красного, в нем уже сразу будет радикал. А в тех, кто радикалы, тех, кто иены получил красный уже давно, соответственно, у них этих радикалов нет. Эти радикалы нужно добывать путем тренировки, соответственно, для первого нужно как-то ее натренировать. Дальше же можно будет сочетать и уже будет немножко легче получать эти же, скажем так, радикалы. Вот, и, соответственно, поднимется уровень и поднимется процентный бонус и, судя по всему, поднимется он в два раза, и это очень даже круто. Соответственно, гены будут давать очень большой прирост процентный, вот эти, которые будут следующие. Я не знаю, будет ли это всего лишь плюс один уровень, то есть, или же это может даже плюс два. Возможно, там дальше будет какой-то цвет, не знаю, я не знаю, там прям переливающийся или еще какой-то, не только ред два, может черный дальше добавят, и без понятия. Ну, как минимум на один уровень еще можно на один грейд прокачать. Дальше, о чем еще я хотел поговорить, это побои босса. Сказать свое мнение, в принципе, ну и немножко о самих побоях. То есть, побои босса, те, которые у нас идут в воскресенье вместо обычного босса. Ребята с дальних регионов немножко жаловались, так как они не могут попасть на него. Ну, в принципе, я согласен с ними, и как бы я урегулировал эту, как бы, ситуацию. Это то, что сделать обычного босса тоже доступного на протяжении всего дня, но дать одну попытку. То есть, вы сами решаете. Либо же вы ходите на обычного босса один раз, даже пусть это будет один раз, да, на протяжении дня. Либо же вы эту попытку собираете и сохраняете, скажем так, и идете вечером в 8 часов вечера на побои босса. Есть еще такие небольшие нюансы, так, уточнение. Было дважды анонсировано, что побои босса, то есть, вечером в 8 часов и в 9, то есть, да, в 21.00. Тоже было написано, что побои босса, тоже можно было собрать пати, но внутрь не пускало. Вот. Соответственно, побои босса есть только одни. Они только в 8 часов вечера. Они идут на сервер. То есть, все те же ребята, которые обычно ходят с вами на босса, только они же и могут попасть. Это не межсерверный, скажем так, поход. Вот. Но еще есть один нюанс. Разработчики не продумали самого босса. То есть, туда можно попасть 20 команд, могут попасть, да, и там, награды на 20 команд они рассчитали. Но они не рассчитали жизнь босса. Босс очень слабый, улетает очень быстро. И по факту успевает туда попасть, ну, 1, 2, ну, максимум 3-4 команды, скажем так. И все. И босса убивают, потому что хэп жизни ему не добавили. И, соответственно, ну, получается, другие ребята просто физически не успевают попасть на босса. То есть, ему нужно было поднять хп. Ну, немножко недоработано, не продумано. Также не продумано то, что на маленьких уровнях, там, где есть шанс появления дракона, да, вот, не включена награда за этого дракона на побоях босса. Соответственно, днем вы не можете попасть на именно дракона. А вечером его просто нет. Соответственно, вы теряете сундуки. Ну, вот как-то так. Это такое мое небольшое мнение. В принципе, как-то там проработано красиво. Все сделали классно. Ну, вот, в жизни бы добавить и попытку дать остальным, кто не может попасть на босс. В принципе, вот как-то так. Это вот все, что я хотел пока сказать, да. Вот, если есть какие-то свои мнения или там какие-то вопросы, пишите в комментариях. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok